Привет, девчонки, это Маша. В сегодняшнем видео нас ждет большая и сложная работа. С одной стороны, казалось бы, простая коррекция под гирлак, но с другой стороны, ногти в очень плохом состоянии, и нам нужно скорректировать архитектуру на каждом ноготочке, тем более достаточно сложная для работы форма балерина. Ну, кроме сложных коррекций, конечно же, в нашей работе всегда есть место для творчества, и у меня есть одна очень классная задумка для дизайна ногтей, которая вполне могла бы стать чьим-то новогодним маникюром. Давайте начнем! Это моя закадровая работа, наращивание с нуля. У меня есть двухнедельные фотки этих ногтей, но в итоге девушка с ними проходила чуть больше месяца. На коррекцию я, к сожалению, не смогла ее принять, и она сделала ее у другого мастера. Сейчас мы будем корректировать вот это. Девушка говорит, что сейчас ногтям где-то три недели, и что средний держится на суперклее. По-хорошему, такое бы уже пора перенарастить, но у нас в планах все-таки коррекция. Я не вижу смысла комментировать эту работу, потому что мастер сказала, что впервые работала с такими длинными ногтями, у нас тут еще и форма требующая чуть большего опыта. Скажу только, что на коррекции таких ногтей, такой длины и формы, обязательно нужно поднимать клювы. Если их не поднять, то как минимум приходится делать гор в апексе, который, очевидно, не всегда добавляет жесткости. По итогу у нас получается, что на каждом ногте как не отслойка, так воздушные карманы, которые разрослись из маленьких отслойчик, а больше под тяжестью длинного, слегка клюющего свободного края. Это все сейчас нужно будет выпиливать, и это все, скорее всего, было плохо выпилено на предыдущей коррекции. Очень много времени потратила на суперклей, который сначала давал надежду, что ноготь все-таки будет стоять, и масштаб проблемы не было видно до самого конца, пока свободный край просто не отпал. В общем, когда я выставляла эту фотку в инстаграм, многие удивлялись, почему ногти в таком состоянии, но на самом деле все очень просто, из-за того, что первые ногти были очень сильно переношены, а во время коррекции была, скорее всего, плоховато произведена зачистка. Ну и вот сейчас мы имеем то, что имеем. После всех зачисток, которые я только что произвела от наращивания, у нас остались только кончики, которые держатся на кончиках натуральных ногтей, которые уже настолько сильно отросли, что вся нагрузка приходится на них. Конечно же, для натурального ногтя это слишком, и под покрытием появились трещины в зоне стресса, которые прикрывали отслойки. Короче, девушка очень вовремя пришла, и еще чуть-чуть, и ногти начали бы больно ломаться один за другим. Кстати, также на этих кадрах видно, насколько сильно ногти горбатятся в зоне стресса. Сделаем маникюр, отодвигаю кутикулу с крейчером Маша Креет, и привычным способом в аппаратной технике произвожу зачистку. Красной фрезой я смахиваю птерики и выворачиваю кутикулу под срез ножничками. Кроме того, что ногти в плохом состоянии, нам предстоит большая работа. Вот еще почему. По мере отрастания натурального ногтя форму, естественно, сильно повело, покрутило по всем осям, потому что такая длина только для смоделированных ногтей. Натуральные ногти у всех кривые, и в таких масштабах это выглядит как когти ленивца. Хотя, конечно, есть любители на самом деле вот такой натуральной красоты, чтобы ногти были длинные, чуть клюнувшие, зато свои по-натуральному красивые. Что одному когти ленивца, то другому натуральная красота. Понятно, что сейчас до коррекции все равно какая тут форма, нам все равно нужно будет очень много всего попилить, но для того, чтобы материал выкладывался легче, послушнее, и не было все-таки какого-никакого перерасхода, я немножечко заужу свободный край. Отмываю пыль и срезаю кутикулу, потому что эту зону я пилить уже не буду. Ножнички Masha Create Easy Cut, ссылку оставлю для вас в описании. Провожу стандартную подготовку ногтевой пластины и грунтую базой. Вот сейчас давайте посмотрим, что же конкретно нам нужно корректировать. В принципе, очень ожидаемо, чего еще от натуральных ногтей ждать, как не винтов, так и клювов. Арка по мере такой длины стала полностью нулевой, а безымянный ушел в крутое пике. Сверху этого не видно, но нам с вами нужно вернуть это все в божеский вид, вот поэтому такая коррекция называется сложной. Мы сначала выпилили клей и отслойки, а затем не просто новый слой геля наваливаем, а делаем художественное восстановление и возвращаем на место все оси. Поскольку для задумки дизайна нам нужен прозрачный кончик, будем делать коррекцию гелем. В первый слой я поднимаю большой каплей геля кончик. Если это просто клюв, то концентрирую каплю посрединке, понятное дело, причем стараюсь не давать ей расплываться как попало, для того, чтобы из нее можно было выпилить арочку. Если же речь идет о винтах, то добавляем объем на сторону провисшей параллели, выравнивая арку по центральной оси пальца. Вторым слоем я уже выкладываю основной объем материала, из которого мы в итоге выпилим апекс, новую архитектуру и красивое заужение боковых параллелей. Этот слой я выравниваю в плавные переходы от основания ногтя и максимально стараюсь приблизить к нужной архитектуре, чтобы поменьше пилить. Ну что ж, попилим. Фрезером открываю торец и выполняю черновой опил формы, глядя в торец ногтя, но ровные параллели уже, понятно, будем доводить пилочкой. Буквально недавно мы с вами наращивали с нуля балерины и больше времени и внимания посвятили конкретно опилу, так что в этом видео останавливаться не будем на этом этапе. Но, как я погляжу, длинные балерины все плотнее и плотнее входят в нашу жизнь. Клиент, что ли, посмелел? Выпиливаем изнанку, делая арочки. И по максимуму, насколько это сейчас возможно вообще в рамках этой коррекции, выпиливаем изнанку натурального ногтя. Учитывая зауженную форму, увы, к сожалению, полностью выпилить натуральный ноготь не получится. Вот такие ноготки у нас получились после коррекции. И теперь нам остается творческая часть оформить это дело. У меня есть одна хорошая задумка дизайна, которая могла бы привнести изюминку в новогодний маникюр этого года. Может быть, конкретно вот эти ногти из-за торчащих изнанок не самым лучшим образом демонстрируют художественную мысль. Но вы у меня творческие идеи, я уверена, уловите. А небольшие остатки натурального ногтя, ну, знаете, клиенты и модели, это немного разные вещи. И зато эта работа максимально приближена к реальности. Не всегда в реальности все так идеально, как планируется с моделями. Я промазываю изнанки топом для того, чтобы не ловить отслойки с изнанки и для того, чтобы краешек стал прозрачным. Ну, а на поверхность ногтя наношу очень тонкий слой базы, по которому будем делать дизайн. Тонирую кончики тремя тигриными цветами. Это спиртовые чернила, они же аквадропс. Поверх чернил делаю стемпинг. Получается, что у нас дизайн наоборот. Если то, чем вы будете тонировать, не такое прозрачное, как аквадропс, если это не витраж, то сначала нужно сделать стемпинг, а затем уже прокрашивать подфоновку. Также, поскольку у меня аквадропс прозрачный, а цвет ногтя будет темным, то кончик я промажу тонким слоем белого гель-лака, граница которого немножечко подтушую. Дело в том, что поскольку я адаптирую дизайн к реалиям вот конкретно этих ногтей с торчащими слегка изнаночками, я рассчитываю сейчас на то, что основной темный цвет будет визуально скрадывать торчащий натуральный свободный край. А для того, чтобы подчеркнуть цвет самого кончика, наношу белый. Также, если это наращивание с нуля или коррекция не таких запущенных ногтей, то можно, в принципе, обойтись и без растушевок, просто прокрасить белым. Сверху уже перекрываем любым цветом. Мне вот, например, в этом дизайне виделся какой-то яркий, чистый, контрастный цвет, ну и вот мы решили остановиться на зеленом. Изнаночки все-таки не давали мне покоя, очень хотелось как-то прикрыть отчащий свободный край. Был вариант закрыть его блестками, но как-то вроде не хотелось. И черным флейком. На этом варианте решили остановиться. Вот такая коррекция у нас получилась. Напишите в комментариях, как вам концепция такого дизайна. А также я буду рада увидеть ваши работы по этому видео в инстаграм с хэштегом MashaCreate. Я этот хэштег периодически просматриваю, лайкаю ваши работы. И иногда делаю репостики ваших работ себе в сториз. Поставьте лайк, если видео вам понравилось. Если вы нашли для себя что-нибудь полезненькое, мне будет очень приятно. Если вдруг по какой-то причине вы все еще не подписаны на мой канал, то это срочно нужно исправить. Ну и конечно же заглядывайте ко мне в инстаграм, там тоже интересно. А с вами была я, Маша. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok